Привет! Сейчас я расскажу, что у нас от нового происходит. У нас теперь есть на кнопках сменная пленка, которая меняется каждые 30 минут. Потом основной вход нам закрыли. Теперь нужно выходить трем корпусом в один выход. Ну и вообще хочу рассказать сейчас про ситуацию. Сегодня у нас 15 марта. В принципе уже, ну скажем, эпидемия идет на спад. Проверяю температуру, когда я выхожу. Вот сидит здесь обычный дядечка и проверяют у меня температуру. Сейчас его нет, поэтому я без проверки вышла. В магазинах по-прежнему проверяют температуру при входе. Во всех заведениях, магазинах пишут такие таблички, что без маски входить в помещение нельзя. Строго запрещено. В общем, я сейчас все это покажу, как это будет происходить. Вот выход, вернее, из моего падика, скажем так. Он закрыт. Все выходим через единый выход. Три кампуса. Здесь у нас есть такая Сяо Туцхан. Это будка такая специальная с дезинфекцией. То есть нужно мимо нее пройти, чтобы выйти. Здесь, я не знаю, что-то дезинфицируется, наверное. Кстати, сюда нельзя входить беременным женщинам. Вот на выходе, а на входе вот проверяют до сих пор температуру. И часто спрашивают еще карточку именую. То есть, что я действительно здесь проживаю. Вот. Мальчик забыл карточку и сейчас хочет войти, но не знает, как это сделать. Вроде как его пустили. У нас, если месяц назад, в начале февраля, здесь было поголовно все закрыто, в ресторанах не было людей, то сейчас у нас здесь все оживает. Можно уже сходить покушать, купить какие-то дополнительные ништяки, вкусности, не только продукты первой необходимости. Когда ты заходишь, ты регистрируешься и пишешь свое имя, пишешь контактные данные, дезинфицируешь ручки, предоставляешь все какие-то данные там с телефона. Специальная программа нужно для этого скачивать. И спокойно идешь кушаешь. На сегодняшний день большинство ресторанов открыты, но туда нельзя зайти вовнутрь. То есть, можно подойти и у входа выбрать какие-то блюда. И, грубо говоря, это блюдо на вынос. То есть, пообедать в ресторане сейчас еще не в всех местах можно. Вот, магазины пооткрывались. На полках, как видите, уже есть продукты. Тогда как в конце января, начале февраля продуктов вообще не было. Ну, как они были, но в небольшом количестве. Вот, сейчас мы пойдем наверх в супермаркет. Вот, обязательно можно проверить себя. Идем наверх за продуктами. Все автоматизировано, круто. Китайцы молодцы. Вообще супер нация. Но и все же, несмотря на то, что у нас сейчас дезинфицируют все вот эти вот каталки, корзинки, я езжу все-таки за продуктами еще вот таким вот образом. С перчаткой импровизированной. Как мы сейчас можем наблюдать на полках? Все есть, как и было раньше, до эпидемии. Ну, я сейчас показываю, конечно, только сладости. Сейчас мы пройдем, посмотрим на более ходовые товары для повседневного использования. Ну, масло все есть, специи, естественно. Куча лапши, вермишели, воды. То есть, все у нас хорошо. Дальше лучше. Я несказанно рада за Китай, что наконец-то все возвращается в округи своя. Слава Богу, все начинают выздоравливать. Слава Богу, меньше зараженных. Слава Богу, китайцы сами себе помогли, скажем так. Во-первых, благодаря правильной установке руководства страны, а во-вторых, конечно, без ответственных граждан. Партия сказала, народ делает. Ничего бы хорошего в таком коротком промежутке времени не случилось бы. Благодаря дисциплине китайского народа они очень быстро пошли на поправку. Молодцы, горжусь ими. Также радостно хочу сообщить, что все у нас продукты в достаточном количестве. Даже там суши роллы, все это снова появилось. Китай молодец, молодец Китай. Еще интересный факт. Вот у нас кондитерский здесь магазинчик небольшой есть. Я покупаю иногда здесь что-нибудь. И, значит, при покупке от 100 юаней здесь дарят две маски N95. Представляете? Вот сидит дядечка, значит, и проверяет температуру. И вот там проходят в такую вот палатку дезинфекционную и выходят на улицу. Это мой гарден. И рыбки у нас плавают по-прежнему. Одно время их вообще здесь не было. Это такие, как уличные шашлычки, шашлычки, шашлычки. Здесь тоже написано, что без маски нельзя заходить и можно оказать по телефону еду на вынос. То есть кафе как бы в принципе работает теоретически, но посидеть в нем нельзя, пообедать. Кое-где можно, кстати, кое-где пускают. Все-таки меряя температуру, ты должен быть обязательно маски и welcome. Да, кое-где уже пускают. Ну, это наши храбрые фрукты. Они стояли всегда и везде. А здесь вообще ребята закрылись полностью. Здесь очень много было людей. Вечерами жарили бараньи ляшки. То есть хорошо время, весело проводили каждый вечер. Сейчас видите, все закрыто. Не знаю почему. Либо вообще полностью закрылись, либо вот пока вот так временно. Не знаю. ребята, что-то у них там уже проверяют, чтобы зайти в кампус опять. Я достала свой входной. Вот. Сейчас пойду проверяться. У меня проверить температуру. Дальчика проверяет у меня температуру. Заходим. И в такую вот опять палатку дезинфицирующую. Здесь пахнет как, знаем, где как пахнет, как в больнице. И все, иду домой. Вот. Я сейчас еще раз померю температуру. Я вам правда.